Бусидо Набухи Коттакада встречается с Джином Лайдеком. Вот он, американец Джин Лайдек, некогда входивший в состав американской сборной по борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ Должен сказать, что Джин Лайдек является чемпионом UWFI среди юниоров. И вот сегодня этого, в кавычках, выскочку будет экзаменовать сам великий Набухи Коттакада. Для Лайдека это момент истины. Довольно-таки стремительно Джин Лайдек продвигается по карьерной лестнице UWFI. Чемпион мира против чемпиона мира среди юниоров. АПЛОДИСМЕНТЫ Такада несомненный любимец публики. АПЛОДИСМЕНТЫ Любимец всей Японии. Чемпион мира, чемпион всего, что только существует. Бусидо АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим на подслужной список Джин Лайдека. Ему 30 лет. Он весит 230 фунтов. Его рост 5 футов 11 дюймов. Провел он на ринге в Бусидо. Не так-то много боев, но в последнем бою победил нашего Владимира Берковича. Ну а, кстати, подслужной список Джин Лайдека сейчас на экранах. 9 боев. Почему-то 7 побед, 2 поражения, 1 ничья. Вспомним курс арифметики первого класса и понимаем, что 7 плюс 2 плюс 1 это 10. Где-то ошибочка, где-то ошибочка, но не в ней сейчас дело. Представляет Набухикова Такаду. Он из Канагавы, 31 год ему. 230 фунтов вес, 6 футов 1 дюйм. Его рост. И здесь, конечно же, подслужной список очень впечатляющий. 22 боя, 21 победа. Посмотрим, что же будет сейчас. С одной стороны, фаворит очевиден. Это Такада и двух мнений здесь быть не может. Все-таки чемпион мира. Чемпион всего, что только есть. Номер один в мировой табеле о рангах. Но, с другой стороны, борцовское прошлое Джина Лайдека. Так что, что сегодня будет главенствовать, мы узнаем, я уверен, очень скоро. Но пока Такада вынуждает Лайдека дотронуться до канатов. И очень быстро открывается счет. Джин Лайдек сейчас в атаке. Но, судя по движениям Такады, не особо болезненно. Лайдеку, конечно же, надо переходить к более активным действиям. Но Такаду вот так вот просто такими захватами не испугать, поскольку и не такие монстры против него боролись. Лайдек прекрасно понимает, что здесь главное не зарываться. Такада. Такада настолько умудренный боец, что может воспользоваться любой возможностью. Вот как сейчас, вы все видели, да? Атаковал, атаковал Лайдек. Такада вот так вот тихой сапой взял и вынудил Лайдека дотронуться до канат. Кстати, у Такады очень неплохие лоу-кики, вот эти удары ногами. И они могут сыграть сегодня очень плохую службу для Джина Лайдека. Ну что, ждем атаки от Такады. Пока не очень-то активен чемпион мира. Но, пометую прошлые бои Такады, известно, что все может стремительно измениться. Причем, как правило, меняется в пользу Такады. Я вспоминаю фразу футболиста Гарри Линекера, который сказал, что в футбол играют 22 человека, а выигрывают и всегда немцы. То можно перефразировать эту фразу в отношении Бущидо, что на ринге борется несколько человек, но выигрывает всегда Такада. А только что Джин Лайдек в очередной раз воспользовался помощью канатов и потерял еще один балл. Вот эти попытки Джина Лайдека поймать Такаду на болевой прием, они как-то не вызывают какого-то опасения. И, не знаю, за ними не чувствуется мощь и, самое главное, уверенность в своих силах со стороны Джина Лайдека. И, мне кажется, это может быть решающим определение победителя по итогам этого боя, поскольку чувствуется скрытая сила, что ли, у Такады. Вы называете это как угодно, но вот уверенность в своих силах со стороны Такады, она прослеживается в каждом движении. А Лайдек при первой же возможности стремится к канатам, и это тоже может быть не очень хорошо интерпретировано со стороны Лайдека в первую очередь. Не верит он в себя, мне так кажется. Уж коль такие монстры, как Гарри Олбрайт, проигрывали Такаде, то Лайдеку пока еще не столь ухищренному, что ли, с технической и тактической точки зрения бойцу. И подавно не видать победы над Такадой, как, мне кажется, вот именно так сейчас думает Джин Лайдек, поскольку все меньше и меньше в своих силах чувствует Джин Лайдек. И в очередной раз канаты. 15-10 уже, пять раз заставлял Такада Джина Лайдека мчаться к канатам. И вот, наконец-то, оружие. Наконец-то, то, чем славится Такада, пускает в ход свои ноги. Сразу же 15-7, это как минимум, а дальше будем смотреть, сможет ли Лайдек подняться. Нет! Нет! Заканчивается этот поединок. Смотрите, проходит первый удар в челюсть. Второй удар в солнечное сплетение, от которого Лайдек уже не может оправиться. Вот это не вере в собственные силы. Неуверенность в себе, если хотите. И сыграла для Джина Лайдека очень плохую службу. Интервью берется у Набухика Такады. Он говорит, в следующий раз я буду биться с Гарри Олбрайтом, поэтому буду приступать к подготовке уже завтра. Приходите, добро пожаловать и все увидите своими глазами. Я сделаю все возможное, чтобы победить в следующем баю. Ну а что, а Гарри Олбрайд уже тут как тут. И он готов прямо сию секунду выйти на ринг и доказать Такаде, что ему карта будет бита. Но, как известно, вот такие вот выкрики ничего кроме удовольствия зрителям не доставляют. Ну а Гарри Олбрайд, мне кажется, зря расходует свою энергию понапрасну. Тем не менее, победителем в бою Джина Лайдека и Набухика Такады является чемпионом мира. Набухика Такады. И ждем поединка Олбрайд-Такады. Олбрайд-Такады